Сегодня у нас 24 ноября 2014 года. Сейчас у нас 35 минут 10 вечера. Вот это я нахожусь на ползу 06. Это уже второй вечер, который я записываю сегодня. Ой, не сегодня, то есть... Вот это и началась Лапкина, там компьютер записывается на YouTube ролик, он закачивает. Я решил записать еще один ролик, как у меня идет подготовка именно к благовестию, чтобы людям проповедовать вечное Евангелие. Это я, Пащенко Владимир Александрович, нахожусь в городе Барнаул, Алтайского края. Вот передо мной раскрытые книги. Это Святая Библия. Сейчас вот покажу ее. Вот у меня подарочная книга. Один православный брат подарил мне эту книгу. Да благословит его Господь. Милостью свою. Да, само спасение души. Сейчас вот я читаю книгу Откровения. Решил залучить местоописание. Сейчас покажу, какие именно. Это Откровение, 20 глава. Откровение, 21 глава. В книгах сообразно с делами своими, под отдалом море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Ну, 15 стих тоже. Может, еще в 21 главе некто стихи писания озвучил. Даст Бог. Вот, и для того, чтобы перезаучивать, беру вот такую карточку небольшую, картонную. Вот она вот такая вот, того, что она всего лишь. Вот. И записывать вот начал. Почерк, конечно, у меня не очень, но как умею, так говорится. Вот. У меня есть другие стихи писания. Вот, пишу черная паста или синий. Это пишу книгу, главу стихи и стих. Такой. А красную, я пишу именно сам стих писания, чтобы показать свою любовь к Слову Божию. Ну, и красный цвет, он более яркий, восвечивающий. Также у меня другие вот места писания. Это Деяние 17.30, 31 стих. Вот он. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством определенного ему же, подав удостоверение всем, воскосив его из мертвых. Вот, ну, тут другие места писания. Тут у меня даже изречение Достоевского есть. Явить современному человечеству Христа и указать путь к нему в ввод высочайшей миссии русского народа. А не война, как у нас сейчас наши православные священники благословляют на войну. Безумие. Господь говорит, любите врагов ваших. Вот. И так же, вот, читаю, заинтересовало тут места писания кое-какие, вот, которые написано. И смерть и ад повержены в озеро Огнено. Это смерть вторая. Откровение 20 глава 14 стих. Вот у нас есть толкование православной церкви. Это Блаженный Феофилакт. Книга третья, которую знал Геннадий Василаткин со своими комментариями. Но толкование не Блаженного Феофилакта на книгу Откровения, а других святых отцов, которые истолковали ее. Вот. Он только до евреев Блаженный Феофилакт толкует. На основании та же Яна Златоуста и других святых отцов та же. Вот. Вот я решил почитать толкование. Сейчас вот я посмотрю. Это Андрей Кессарийский. Именно толковал. Глава 21, да. А вот оно, написано. Откровение 20 глава 14 стих. Толкование. Это смерть в смерти. Иные подвержением смерти из ада в озеро Огнено понимает вержение в геену властителей и служителей смерти и ада, то есть демонов. Как часто под городом разумеют жители города, так и под ада можно разуметь его жителей. Лучше же видеть здесь то, о чем писал апостол Павел. Во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. А затем, то есть на страшном суде, конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу. Когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ибо Ему он длежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Своей. Последний же враг истребится смертью. Это 1 Коринфянам 15 глава 22 по 26 стих. Так на страшном суде после суда над всем миром и людьми будет осуждена и сама смерть. Ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облещем нетление, и смертное сей облечется бессмертие. Тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15 глава 52 по 55 стих. И пророк Осия 13 глава 14 стих. Смерть – это прекращение жизни человека, разделение души и тела. Ад – место пребывания душ умерших. Когда же все воскреснут, предстанут на суд и начнется вечность, тогда упразднится и излишне будет смерть и ад. Смерть – это отчуждение от Бога. Ее породил Люцифер. Когда отпал от Бога, ей и умер Адам, когда согрешил. Но все это снова предстает перед Богом и умирает смерть. Настал смертный день смерти. Смерть вторая. Смерть вторая – это озеро огненное. Это вечное отчуждение от Бога. Туда попадет смерть первая и ее жилище – ад. Когда оправданные на суде праведники увидят это страшное ввержение смерти и ада в гену, то воскликнут – смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. В наше время очень многие утешают себя тем, что все кончится смертью, то есть небытием. Но здесь глубокое непонимание того, что такое небытие. Это понимание порождено тем, что многие совершенно перестали понимать, что такое бытие. Истинное бытие – это Бог, ибо Он сказал о себе. Я есть сущий. Исход 3 глава 14 стих. Мы же только им живем и движемся и существуем. Деяние 17 глава 28 стих. Небытие – это несущее. Небытие – это не Бог. Как-то тьма не есть некой субстанции, а есть отсутствие света, не свет. Исходя из этих определений, кстати, ясно, сколь несуразно требование доказать бытие Бога. Ибо истинное бытие – и есть Бог. Тварь может иметь временную и вечную жизнь или бытие в Боге. Сущие под благодатью сейчас имеют временное бытие в Боге. Позже всеобщее воскресенье и суда будет иметь вечное бытие в Боге. Та же и смерть и тварь может подвернуться временной и вечной. Сейчас, при частном оттуждении от Бога, тварь попадает в рабство первой смерти, первой стадии небытия. После же страшного суда будет полное отчуждение павшей тварь от Бога. Если сейчас страшно не быть в Боге, то сколь страшно будет абсолютное небытие, абсолютное отсутствие Бога. Если страшно ад вместо временной смерти, временного небытия, то, какой страшна будет гиена, вместо вечной смерти, вечного небытия. Трепещись его душа, а не учешайся мыслью о небытии. То, что будет в гиене, строго говоря, нельзя называть ни жизнью, ни бытием. Это вечная смерть, небытие, мрак и ужас. Та же, как и сейчас в состоянии грешника, это не жизнь, а смерть, время небытия, ад. Крещение же, первое воскресенье, обуславивающее второе воскресенье, и жизнь вечную, вечное бытие в Боге. Как вечное бытие, так и вечно его отрицание, небытие или смерть вторая. Заключительным аккордом страшного суда звучат слова, 20 глава, 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Возревнуем же, чтобы имена наши не были изглажены из этой спасительной книги. Вот такое толкование. Очень поучительное. Вот так вот проводится вечер подготовки. По словам Божьим. Ну, это, кроме этого, конечно, и книгус, и тетрадка у меня есть. Тоже называется «Проповедная улица». Вот я записываю места писания разные. Что Господь вложит, какие именно. Какие писания. Стих писания надо провести. Ну, кажется, Дух дышит, где хочет. То есть, Дух Святой научит, что сказать в те моменты, когда Господь всегда сдержанновение нести вечное Евангелие людям, где бы не находился я. То есть, бывает, что думаешь об одном, а Дух Святой направляет другими местами писания, которые нужны тем людям, которые случаются на твоем пути. Ему все везде окружены Словом Божьим. Здесь окружены Его тоже. 2 Петра 1,19. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к святильнику, сияющему в темном месте. Это распятие Христа. Победа. Вот так вот. Слава Христу. Аллилуйя.